Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Когда человек болеет простудным заболеванием, РЗ, например, пишет, у него обильно образуется слизь в верхних дыхательных путях, иногда с гноем. Слизь, да, слизь вырабатывается слизистой, естественно. Возникает вопрос, эта слизь образуется в результате борьбы иммунитета с инфекционным агентом. Слизь образуется в результате образования слизистой. Она просто раздражена, там гуморальные всякие работают механизмы, чтобы она начала больше вырабатывать, освобождать внутреннюю среду через выделение наружу вот этой слизи. Это результат борьбы иммунитета, это результат в том числе общей системы иммунной. Иммунной, можно так сказать, с инфекционным агентом. Не обязательно инфекционным агентом, это и химический агент может быть, как нас учит официальная медицина. Ну, слизь – это результат работы организма, да. или эта слизь была, ну, что значит была? Там не слизь была, там грязь была, если во внутренней среде мы сейчас имеем в виду. И образуется, вы не хотите, слизь – это то, что вырабатывает слизистая изнутри, из как бы из того, что там в интерстиции. И образуется в результате борьбы, в результате, в результате, здесь была, не слизь была, грязь была, игной там, да, как бы некротическая масса клеток, как шлаки, продукты воспаления в организме, как результат загрязнения от продуктов питания. Ну, во-первых, там, основное – это не продукты питания, эти продукты, так называемые, никакого не питания, а вообще просто продукция какая-то, там, животноводческая, растеноводческая, продукция, которая запирает шлюзы, прежде всего. И основное накопление – это идет никаких не продуктов, а продуктов жизнедеятельности клеток, в первую очередь. Ну, и добавляются, конечно, и туда, и доходят, и ошметки всякие, я согласен, да. И сейчас просто выходит через верхние шлюзы очищения, как нас учат многие врачи-наторопаты. Как вас запутали, да. Как вы считаете, откуда берется слизь? И слизь слизистая вырабатывает. По простому сопли вырабатывает слизистая. Это естественный механизм замечательный по очищению вот того, что находится в подслизистом слое. На самом деле, где противоречие – непонятно. Почему у вас срабатывает противоречие? Вот без вас идите на скайп. Я не понимаю, почему вы это противопоставляете. Я не увидел здесь ничего такого страшного. И первое правильно вам говорят, и второе замечательно. Ну, немножко, видите, с некоторыми оговорками. Что же, что, где противоречие? Вопрос номер два. Давайте меня сразу подвинем повыше. Вопрос. Вопрос. Вопрос номер два. Напомните, пожалуйста, в чем основной вред сахара? Сам давно не потребляю. Я уже даже забыл, почему решил отказаться. Да, вреде сахара написано столько. Ну, это просто такая больная тема. Наверное, что его добавляют везде. Вообще, тростниковый, к примеру, сок вот здесь продается. Ну, мне он тоже не заходит. Я бы не стал пить вообще сок трав. А теперь представьте, что это все еще и нагревали, обрабатывали, отбеливали, то есть химически всякими реакциями. Это модификат, это искажение. Это уже не просто не плодовая, не сок плодовой там мякоти, а это, собственно говоря, просто какая-то уже химическая продукция. Поэтому, если брать, например, тростниковый, не отбеленный сахар. Ну, хорошо, выжили тростник, там, не знаю, этот сок сушили, например, да, и вот образовался какой-то там кусочек. И сравнить его влияние на организм по сравнению, например, с орехами, с семенами, с сыроедными маслами. Почему здесь вообще масло, если мы имеем в виду льняное, например, сыроедное масло, оно вообще не усваивается, орехи, это ужас, семена, то есть какое-то все смешали. Или даже с морковным салатом. Что такое морковный салат, с чем это просто, что такое? То на первый взгляд сахар менее загрязняет организм, чем морковный салат, что ли? Ну, возможно, сахар или тростниковый, или вот этот вот неотбеленный, как вы напишите, это не сахар тогда, не надо его называть как-то сахаром, мы уже так не привыкли. Просто, скажем так, застывший какой-то дегидрированный, естественно, путем сок тростника, да, менее загрязняет, и дает больше энергии. Кто дает энергии? Кто здесь дает энергии? Орехи не дают, семена не дают, сыроедные масла вообще, как, с чего они начнут давать энергию? Или даже морковный салат не дает, тростниковый сахар не даст? Никто не дает здесь энергии. А вы спрашиваете, сахар менее загрязняет, видимо, вот про этот неотбеленный организм, и дает больше энергии, хотя тут никто ничего не дает. У вас вопросы, вы меня извините, вы как бы, ну, это невозможно просто читать, что первый, что второй. Как обстоят дела с обычным сахаром, рафинадом и с сахарной свеклой? Ну, только что рассказал, плачевные обстоят дела для тела. Вот, хорошо, замечательно. Ну, из этих вопросов мы поняли, что надо помогать слизистой выделять слизь, первый вопрос, а по-второму держаться подальше от химического производства, да и смотреть, что там у нас в рот залезло.